В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но вначале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят Крещение Господне, один из главных церковных праздников. Что нужно знать о крещенских купаниях, чтобы погружение в ледяную воду не отразилось негативно на здоровье? Найти возможность побывать на богослужении, потому что это самое главное и основное. Тогда уже погружение будет иметь какой-то смысл духовный. В Развилковской библиотеке состоялось заседание литературного объединения «Рифма плюс», на котором чествовали победителей областного конкурса «Звездное перо». В сказочной форме ты поднимаешь важные вопросы. Это вопросы, связанные с пониманием доброты. В рубрике «Мобильный репортер» наш зритель снял, как представители многодетного сообщества Видного собрались своими большими семьями в усадьбе Тимохова-Саласкина на мероприятие под названием «Многоелка». «Дед Мороз! Дед Мороз!» В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят крещение Господне – один из главных церковных праздников. В честь него многие люди отправляются на водоемы, чтобы стать свидетелями освящения воды и искупаться в проруби. При этом некоторые забывают, что мероприятие это довольно рискованное, и принимая в нем участие, нужно соблюдать ряд правил. Кому действительно купаться разрешено, а кому лучше воздержаться от водных процедур. Небольшой пруд рядом с церковью, усекновение главы Иоанна Предтечи, в Калиновке сейчас занесен снегом, но очень скоро. Здесь начнутся приготовления к крещенским купаниям. Ожидается, что в Ленинском районе в них примут участие более 7 тысяч человек. На вопрос, как правильно подойти к этому процессу, у священнослужителей ответ простой. Правильнее всего быть в эти дни на службах. Для тех, кто работает в этом году сочельник в пятницу, то быть, соответственно, в субботу. Ну, найти возможность побывать на богослужении, потому что это самое главное и основное. А тогда уже погружение, оно будет иметь какой-то смысл духовный. Потому что без этого это, ну, такая некая практика больше телесная. На территории Ленинского района будет оборудовано 11 мест для купания. Там будут дежурить представители правоохранительных органов, МЧС и медики. Но прежде всего о своей безопасности должны позаботиться те, кто решит в этот день окунуться в ледяную прорубь. Тем более, что правил, которые необходимо соблюдать, не так уж много. Не распивать спиртные напитки, а также окунаться в состоянии алкогольного опьянения. Также окунаться следует в специально оборудованных прорубях и под пристальным присмотром спасателей. Не следует находиться в холодной воде долгое время, не больше одной минуты. После купания в целях профилактики рекомендуется выпить горячий травяной чай. Рождественские купания многие воспринимают чуть ли не как лечебную процедуру. Между тем, врачи настоятельно рекомендуют перед этим мероприятием пройти медицинский осмотр. А если у вас есть хронические заболевания, посоветоваться с эскулапами буквально жизненно необходимо. Физически неподготовленному организму не стоит этим заниматься, потому что, во-первых, погружение в холодную воду – это стресс-реакция для организма. Могут обостриться хронические заболевания, сердечный приступ может случиться, если человек неподготовленный. Переохлаждение у нас способствует развитию острых респираторных заболеваний. Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет крещенские купания проходят без серьезных инцидентов, поддерживают точку зрения врачей и священники. Если вы просто хотите погрузиться раз в году, то, наверное, большой пользы не будет, а может быть даже и вред какой-то для человека. Лучше, конечно, и закаляться, принимать холодный душ в течение года. Зимой, может быть, ходить по снегу, и тогда это погружение, оно не будет таким стрессом для организма, и будет, в общем-то, тоже достаточно полезно. И самое главное – купаться нужно только в специально оборудованных местах. С их списком можно ознакомиться на сайте администрации Ленинского района. Максим Козлов, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ленинском районе давно существует добрая традиция – поздравлять с большими юбилеями наших земляков-ветеранов. Александре Стефановне Косареве исполнилось 95 лет. Возраст солидный, но именинница прекрасно помнит и тяжелые годы войны, и как вместе с мужем они отстраивали город Видное. Об этом и многом другом она рассказала главе Ленинского района и нашей съемочной группе, приехавшим к ней на день рождения. К приезду гостей Александра Стефановна тщательно подготовилась. Сделала укладку, макияж, накрыла на стол. Гостей именинница любит, но бывают они здесь нечасто. Подруги, которых с каждым годом становится все меньше, уже не выходят из дома, а родственники живут на Украине. Благо, социальные службы и администрации района не забывают ветерана. Здравствуйте, с днем рождения приехали вас поздравить. Пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, долгих лет вам жизни. И решите букет цветов поручить. Глава района Валерия Венцель вручил Александре Стефановне цветы и подарки, и за чашечкой чая пообщался с юбиляром. Она рассказала, что когда началась война, ее семья жила в небольшом городке Горске на Украине. Мужчину забрали на фронт, а ее, 16-летнюю девушку, взяли санитаркой в госпиталь. Там почти год юная Александра делала перевязки раненым солдатам и помогала врачам. Потом жили в деревне у дяди. Александра носила выращенную картошку и морковь партизанам, пока через некоторое время девушку не распределили на завод. На заводе, в Донцотовый завод мы там работали. А потом, как война закончилась, послали 30 человек у Харькова на восстановление Харькова. У Харькова и там были два года. Именно в Харькове Александра Стефановна познакомилась со своим будущим мужем Иваном Николаевичем Косаревым, который после тяжелого ранения на фронте был призван годным кнестроевой и распределен на завод. Он говорит, девчата, идите ко мне малярами работать, вам будет легче, чем вот эту носилку таскать. То каменщикам помогать, то у нас, то кипич таскать, то раствор таскать. Так с легкой руки Ивана Николаевича наша героиня обрела профессию. Молодые поженились в 1947 году, а через два года приехали по распределению строить коксогазовый завод. И первые многоквартирные дома будущего города Видное, да тут и остались. Начали строить этот дом культуры, потом этот почт начали строить, потом горсовет, потом школы начали, первую и вторую пошкольные. Потом дома начали строить на советской. Квартиру на улице Гаевского Косареве получили в 1961 году и прожили здесь всю свою жизнь. Жили душа в душу. Дядя Ваня тетю Шуру любил очень, ну и бабка любила его. Но такую любовь я еще никогда нигде не видела. Он был горой за нее. Никогда он в обиду нее не давал. Последние 15 лет Косаревым помогает по хозяйству племянница Ивана Николаевича Людмила Авакумова. В марте 2017 года наша съемочная группа уже приезжала к ним в гости, чтобы поздравить Ивана Николаевича с 95-летием. Но, увы, вскоре его не стало. Но Александра Стефановна по-прежнему не одна и окружена заботой. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошлева, Видное ТВ. Развилковская библиотека славится своим нетривиальным подходом к работе. В ее стенах регулярно проходят различные мастер-классы, встречи, выставки, конкурсы. А недавно здесь состоялось заседание литературного объединения «Рифма плюс», на котором чествовали победители областного конкурса «Звездное перо». Сюжет Екатерины Коваленко. Уже больше года в Развилковской библиотеке проходит заседание литературного объединения «Рифма плюс», которое собирает талантливых людей, искренне влюбленных в поэзию и прозу, тех, кто и дня не может прожить без строчки. На текущий момент в лито 13 человек, или, точнее сказать, единомышленников. В первую очередь это, конечно, пишущие люди, пишущие прозу, пишущие стихи. То есть люди такие творческие. Но не взбраняется, если придет человек, который очень любит стихи, который будет слушать. Может быть, он даже дома что-то пытается писать, но еще стесняется, общаясь с нами. Может, захочет уже более серьезно так начать писать. Каждое заседание «Рифмы плюс» – это яркое событие, которое ждут и к которому готовятся. А в этот раз встреча получилась еще и по-настоящему праздничной. Она была посвящена поздравлению победителей литературных конкурсов. Один из них – Юрий Егоров, который с рассказом «Концерт для друга» стал лауреатом первой степени областного конкурса «Звездное перо» в номинации «Проза». А мальчик мечтает стать музыкантом. И он бежал из дома, но ему не на что было жить и даже поехать в столицу учиться на музыку. И деньги ему дала в одном варианте молочница, торговка молоком, в другом варианте прачка. И он уезжает на ее деньги, вот этой женщины. Произведение, написанное всего за один день, относится к жанру социальной сказки. Это любимое литературное направление Юрия Николаевича. И, по его мнению, актуальное во все времена. В сказочной форме ты поднимаешь важные вопросы. Ну вот это вопросы, связанные с пониманием доброты, пониманием отношений между людьми. И такая проза, она достаточно универсальная. Ее читают и дети, и читают и взрослые. Общество нуждается в доброте. Обязательная часть повестки заседания – различные творческие задания. Еще Марина Цветаева говорила, что поэт – это вдохновение плюс воловий труд. А значит, расширять кругозор, раскрывать потенциал и стремиться к новым знаниям человеку, работающему со словом, нужно постоянно. Члены Литопа практиковались в написании японских трех стишей хайку. С азартом сыграли в литературную викторину и игру буриме. Дальше пришло время для рубрики «Свободный микрофон», когда каждый автор смог прочесть свои новые произведения. Среди моих игрушек старых нашла пятнистого щенка. Шерсть на боках помятых в палах свалялась, выцвела слегка. Обиженно повисли ушки и держится на нитке нос. Милее не было игрушки, когда принес мне Дед Мороз. Юлия Грачева всего полгода в «Рифме плюс», но постепенно литературное творчество захватывает ее все сильнее и сильнее. Напишешь одно стихотворение, хочется еще что-то. Хочется ради удовольствия сначала для себя, что ты что-то можешь интересное сотворить. А потом, когда это доставляет удовольствие другим, это такой кайф, это здорово, когда ты видишь, что это кому-то нравится. А в ближайших планах и у Юлии, и у всех членов литературного объединения «Рифма плюс» участие в различных литературных премиях и конкурсах. В эти январские дни, несмотря на то, что все праздники уже позади, в городе витает новогоднее настроение. Заразившись им, представители многодетного сообщества «Видного» собрались своими большими семьями в усадьбе Тимохова-Саласкина на мероприятие под названием «Многоелка». Несколько эпизодов праздника снял наш мобильный репортер. В усадьбе было шумно, многодетно и весело. Полторы сотни ребятишек из 84 семей с радостью водили хороводы со Снегурочкой, вызволяли из плена Деда Мороза и сражались с коварством хохотушки Бабы-Яги. Дед Мороз! Дед Мороз! Баба-Яга, вспомнив, что дети пришли повеселиться, щедро одарила их разными интересными подарками. Многоелка получилась непринужденной, задорной и живой. Сообщество многодетных семей Ленинского района благодарит всех, кто помог в организации праздника, а также всех волонтеров и родителей, которые не отсиживались в сугробах, а плясали со всеми. В поселке Развилка состоялись уже ставшие традиции рождественские встречи. Воспитанники местной детской школы искусств показали гостям мероприятие «Сказку о красоте». Поучительная постановка никого не оставила равнодушным, в том числе и нашего корреспондента Юлию Погосян. Этой традиции уже пять лет. Зародилась она еще в старом здании Развилковской детской школы искусств, а с открытием два года назад нового просторного помещения проводить рождественские встречи стало гораздо комфортнее. Большая сцена, профессиональное музыкальное оборудование, свет. Все это позволяет сделать праздник красочнее и масштабнее. С приходом Христа в этот мир мы празднуем победу доброго над злым, вечной жизнью. И наши дети приобщаются не только к светлому празднику Рождества, но дети еще и проявляют свои таланты, и каждому из них хочется в этот день выступить на большой сцене. И порадоваться всем вместе с нами, порадоваться этому большому замечательному празднику. Воспитанники всех четырех направлений Дэши – хореографического, музыкального, изобразительного искусства и театрального – подготовили для гостей сказочный спектакль о красоте. К премьере они готовились не один месяц. Это стало своего рода отчетным концертом по итогам первого полугодия учебного сезона. Суть сегодняшнего сценария в том, что красота – это то, что воодушевляет всех людей на прекрасное. Прекрасное – это заниматься музыкой, заниматься живописью, танцевать красиво и просто быть добрыми, замечательными детьми. Именно таким качеством мы учим своих детей. Они у нас все красивые, добрые, замечательные, талантливые. Сценарий разворачивается вокруг главной героини – самой красоты, которая вначале была нелюдимая, самовлюбленная и занощивая. В ходе событий она понимает, что так вести себя нельзя. В жизни есть куда более важные вещи, чем внешность. В случае, что ты заплыл на лодке куда-то на речку, и ты не знаешь, как оттуда выбираться. Для этого нужно знание, чтобы, например, гривсти уметь, чтобы знать, что делать, не паниковать. То есть в такой ситуации одна красота не поможет? Да. Еще один персонаж в сказке «Принцесса», которую играет ученица вокального отделения Полина Пранько. Творчеством девочка занимается с трех лет, начинала с танцев. Она считает, что каждый человек должен развивать в себе таланты и заниматься искусством. Без искусства жизнь какая-то, мне кажется, серая. И если у тебя есть какое-то занятие, которое ты можешь показать себя, то это намного лучше, чем сидеть, сложа руки, как сейчас в компьютерах, телефонах. У меня есть компьютеры и телефоны, но я очень мало времени провожу. И не только из-за того, что у меня нет времени, но просто мне не очень интересно, как всем остальным. И я больше отдаю себе творчеству. Рождественские встречи – это праздник, который смогли посетить все желающие. Зал детской школы искусств вмещает много людей. Но традиционно в основном зрители – это родители ребят, выступающих на сцене. Они очень рады возможностью увидеть, как творчески растут их дети. Это очень интересно. Дети все талантливые, умные. Каждый хочет себя показать на инструментах, в стихах. Очень много всего, что это очень красиво нашим детям – посмотреть, как они развиваются. Приходят все маленькими, малышками, а выходят большими талантами из нашей школы. Руководство детской школы искусств уверено, что эта славная традиция – проводить рождественские встречи – будет жить долго. И еще не одно поколение учеников сможет принять участие в этом добром мероприятии. И в заключении выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 18 января, на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью ожидается мелкий дождь со снегом, который к утру закончится. Вечером он может пойти снова. Температура в районе нуля градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»